Эх, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю, глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланется. Один из основоположников советской кинорежиссуры, Сергей Михайлович Эйзенштейн, как-то сказал, научить режиссуре невозможно, но научиться ей можно. Режиссура – это настолько сложный предмет, она связана с таким количеством разнообразных знаний, разнообразных навыков, она настолько многообразна, что до сих пор ни у нас и нигде в мире не создан еще учебник кинорежиссуры. Я тоже не хочу пытаться написать учебник. Смешно было бы предполагать, что можно создать книгу, прочитав которую человек может встать к киноаппарату и немедленно начать снимать фильмы. Михаил Ром, беседы о кинорежиссуре. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Всем привет! Материал о чудо-режиссере сподвиг верующих в его непорочный профессионализм проявить такие чудеса здравомыслия, что это было похоже на спиритический сеанс. В комментариях было сломано много копий о логику и критическое мышление, но все экспертные комментарии имели один общий посыл. Вы не правы, потому что мы не согласны. Обоснованием же их несогласия и нашей неправоты была и остается светлая вера в профессионализм Диденко. И в то, что мы ничего не понимаем. Вот. Тот мессия, который способен изменить все. Что ж, факты – вещь упрямая. И все же, здравый смысл говорит, что даже зная терминологию на «отлично», нельзя путать отличника-выпускника, которого непременно курируют за ручку, и самостоятельного профессионала, который кормит себя сам. Поэтому мы решили, что нельзя бросать заблудшие души лукавому на поругание. И сейчас мы по возможности подробно расскажем, несмотря на то, что мы не режиссеры, о том, кто такой режиссер, за что он отвечает и почему играет ключевую роль в создании фильма. А заодно проиллюстрируем разницу между профессионалом и бухгалтером. Поехали. Однажды я спросил Акиру Курасаву, почему в фильме «Ран» он построил кадр именно таким образом. Он ответил, что если бы камеру установили на дюйм левее, в поле зрения попал бы завод Sony, а на дюйм правее был бы виден аэропорт. Ни тот, ни другой объект не вписывались в атмосферу 16 века, воссозданную в фильме. Сидни Люмит. Как делается кино? Рыцари Ордена Иоанна Златоуста истово верят, что он открывает им за кулису кинопроизводства, говорит на профессиональном языке и дает экспертную оценку, помогая видеть шире и понимать глубже. Эксперт – это специалист в области науки, техники, искусства или других областей, приглашаемый для выдачи квалифицированного заключения. Эксперт должен проводить исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности. Главным критерием достоверности и объективности заключения эксперта является их обоснованность, непредвзятость эксперта – основа его объективности. На попытку избавить свидетелей режиссера от диденкозависимости, они, как настоящие наркоманы, стали брыкаться и кусаться. Что ж, их можно понять, ведь мы ничего не понимаем, потому что мы не режиссеры. Довод довольно слабый, как и прочие. Для начала, режиссер режиссеру рознь. Кроме того, широко известен тот факт, что обожаемый Иваном Квентин Тарантино не имеет специального образования. А все потому, что Квентин Тарантино – режиссер-синефил, бывший работник видеопроката и билетер, в чьих воспоминаниях о детстве посетители кинотеатра реагировали на каждый поворот сюжета, вскакивали со своих мест и грозили экрану кулаком. Но, в отличие от Ивана, у него колоссальный полевой опыт. А если кого-то и это не убедило, то вот вам мнение незаинтересованной стороны. Вопрос. Можно ли стать кинорежиссером, не окончив специального учебного заведения? Можно. Большинство режиссеров мира, в том числе режиссеры нашего старшего поколения, кинематографического учебного заведения не кончали. Эйзенштейн пришел в кинематограф из театра. У Довкин в прошлом актер, Довженко – живописец и педагог, Фырьев – актер, Александров – актер, Юткевич – художник, Райзман – ассистент режиссера без специального образования, Эрмлер до кинематографа был фронтовым политработником, я – скульптор. Время не проходило для него даром. В кинозале он проглатывал в огромном количестве фильмы. Не только американские, но и европейские, как бы стремясь пополнить свое кинообразование. Говорят, что за несколько месяцев он посмотрел около тысячи фильмов, интересуясь особенно немецким экспрессионизмом и французским авангардом. Сергей Юткевич – от гражданина Кейна до сэра Джона Фальстаффа. Слышали? Теперь съехать с темы, только потому что мы не режиссеры, не получится. Тем более, что на этот раз оппонентами «Свидетелей Иоанна» будут настоящие режиссеры, подлинные профессионалы, эксперты мирового уровня и большие художники с колоссальным полевым опытом. Они сами все расскажут и покажут, а мы, вернее я, лишь посредник. К сожалению, без посредников нынче никуда, ведь найти в интернете книгу и прочитать – это адский труд. Куда проще довериться кому-то, кто называет себя режиссером, правда? Я буду очень стараться, чтобы как можно больше людей самостоятельно увидели разницу между настоящими режиссерами и режиссером истинным. Давайте возьмем любой кадр любой кинокартины. Предположим, кадр этот изображает комнату. Вечер, за окном – слабый свет луны. На столе горит лампа. Откуда-то доносится музыка. Молодой человек и девушка объясняются в любви. Кто создает этот кадр? Декорация комнаты сначала нарисована художником на эскизе, а затем им же построена в павильоне киностудии. Она освещена, лунный свет за окном, лампа на столе – оператором. Он же поставил аппарат и, как мы, кинематографисты, говорим, взял декорацию в кадр. То есть, установил на нее точку зрения, определил, откуда и каким объективом он снимает этот кадр. Музыку, звучащую за окном, написал композитор. Исполняет эту музыку оркестр. Текст любовного объяснения, да и все содержание сцены, создал кинодраматург. Это точно записано в сценарии. Звук и голоса, и музыки записал на пленке звукооператор. И, наконец, роли молодых людей исполняют два актера. Таким образом, в создании этого кадра участвует много творческих работников. Среди них я не нашел места только для одного – для режиссера. Однако, если бы мы присутствовали при съемке этого кадра, мы бы услышали голос. Внимание, приготовились. Аппаратная, мотор. Начали. А по окончании сцены тот же голос сказал бы «Стоп, еще раз. Это голос режиссера». Он дает художнику и оператору точку зрения на зрительное оформление картины. И затем, разделив это зрительное оформление на декоративную часть и операторскую часть, прорабатывает с каждым из них отдельно его область работы. С художником он работает над общей формой декорации, над их цветом, над планировкой, над характером костюмов. С оператором над характером света, над делением эпизодов на отдельные кадры, над композицией этих кадров, над всем операторским решением картины. Об этом в свое время мы будем говорить подробнее. С актерами режиссер репетирует, то есть вкладывает в них свое понимание произведения, сочетая это свое понимание с индивидуальностями актеров. Композитору он дает установку в отношении музыки, где она должна звучать, какой у нее должен быть характер. Картина состоит из отдельных кадриков, склейка их, монтаж, это сложнейшее дело, которого мы коснемся впоследствии ни в одной беседе. Эту склейку производит монтажер, но руководит им опять-таки режиссер. Он работает еще и со звукооператором, организуя звуковую часть картины, работает с десятками людей. В качестве орудия производства в руке у него ни кисть и палитра, ни мрамор и резец, ни перо и бумага, а живые люди. Лепить произведение искусства, пользуясь в качестве своего орудия живыми людьми, а не мертвыми инструментами, настолько же сложнее, насколько сам человек сложнее долота и кисти. Кому-нибудь могло показаться, что цитата слишком длинная. Что ж, несмотря на то, что это действительно не афоризм, данная цитата это лишь необходимый минимум, который только намечает общие черты, позволяющие составить приблизительное представление о важности роли и сложности функций, выполняемых режиссером. Почему минимум? Потому что здесь перечислены лишь технические моменты в ограниченном спектре областей его ответственности. Здесь нет примеров возможных трудностей, которые неизбежно встают на пути съемочной группы. Ни слова не сказано об ограничениях, которые ставятся режиссеру сверху. И нет ничего о поиске художественных решений. А главное, все это продемонстрировано на очень условном примере. Теперь конкретные примеры. В какой степени фильм зависит от меня? В какой степени это фильм Сидни Люмита? Я сам завишу от погоды и бюджета, от того, что съела на завтрак исполнительница главной роли и в кого в данный момент влюблен ее партнер. Я завишу от чужого таланта, симпатий и антипатий, настроения и амбиций, взаимоотношений и характеров более чем сотни разных людей. И это только в съемочный период. В данный момент я не касаюсь студии, финансов, распространения, рынка и тому подобное. Итак, насколько простирается моя независимость? Как у каждого начальника, а на съемочной площадке я начальник, мои возможности ограничены и для меня это самое прекрасное. Я возглавляю сообщества людей, в которых отчаянно нуждаюсь так же, как они нуждаются во мне. Любой из них может оказать помощь или нанести ущерб. Поэтому так важно собрать в творческий коллектив лучших из лучших людей, способных заставить и тебя показать все, на что ты способен. Не из вредности, а в поисках истины. Здесь уже больше конкретики, правда? Открываются дополнительные грани ответственности режиссера. Нам напоминают, что производство фильма это в первую очередь огромный коллектив разноплановых специалистов, которых нужно собрать, найти с ними общий язык, скоординировать и направить. А делает это режиссер. И хоть фильм создают все вместе, отвечать перед студией будет именно режиссер. Заметьте, что это не условный пример, как в первом случае, а личный опыт реального режиссера. Так и будет впредь. Речь будет не о сферических режиссерах, которые в идеале за что-то должны отвечать и действуют согласно формулам, а о конкретных живых людях, которые реально трудились, за все отвечали и снимали кино, которое потом смотрели миллионы зрителей, а эти люди получали за работу деньги. Правда состоит в том, что никто не знает магической формулы успеха. Я не скромничаю, одни режиссеры снимают первоклассные фильмы, другие нет. От нас зависит одно подготовить счастливый случай, в результате которого появится первоклассный фильм или не появится. Никогда не знаешь заранее слишком много непредвиденного, о чем я и расскажу в следующих главах. Итак, как я неоднократно говорил, чем меньше нареканий у фильма, тем лучше работа режиссера. Общее качество, посыл, форма и целостность фильма зависят именно от режиссера. Я практически уверен, что даже если кто-то еще сомневается, к финальным титрам вы в этом убедитесь. Каким бы даровитым или бездарным ни был режиссер, какой бы свободой или ограничениями его не наделяли, именно от режиссера зависит эстетика картины, этические акценты и технические решения. Ну и разумеется от бытия, которое формирует всех нас. В этом можно легко убедиться, если посмотреть мой материал «Азори здесь разные», где подробно разобраны фильмы, снятые на основе одного материала, но в разное время и разными режиссерами. Но даже если в моих суждениях есть упущение или предвзятость, сути это не меняет. В чем она? В том, что российское кино, как и Российская Федерация, не наследники и не продолжатели советских наработок. Советское кино было самобытным отражением социалистического экономического базиса. Советские деятели искусства были представителями своего народа. В 1972 году уже не такими родными, но все же своими. А российские кряклы это очень ограниченный контингент клопов и пиявок на теле разоренной страны и ограбленного народа, которые насаждают идеи, которые невыгодны народу. Фу. Режиссер руководит и корректирует все этапы производства фильма. Сценарий, актеры, оператор, художник, костюмер, съемка, монтаж, звук, цвет, сведение воедино и решение вопросов со студией. Все это делают другие, но руководит этим именно режиссер. И если режиссер не будет в этом разбираться, естественно, он не сможет этим руководить, чтобы добиваться лучшего или хотя бы сколько-нибудь конкретного результата с общим знаменателем. В подтверждение приведем впечатление Луиса Бюниэля от броненосца Потемкин. Выйдя после просмотра на улицу, мы готовы были возводить баррикады. В итоге даже вмешалась полиция. Впрочем, такой открыто манипулятивный подход во многом является следствием эпохи и искренней веры Эйзенштейна в возможность преобразования мира к лучшему силы искусства. А вот как это выглядит на практике. Бывало, я ограничивался одним дублем и переходил к следующему эпизоду. Это опасно, поскольку случается всякое. В лаборатории могут испортить пленку. Однажды в Нью-Йорке организовали забастовку и эти подонки всю пленку оставили в проявителе. Дневная работа не только моя, но и всех, кто в тот день снимал в Нью-Йорке, пошла на смарку. А еще был случай, когда материал везли в лабораторию в Рафике и машина попала в аварию. Коробки с негативом разлетелись по всей улице. Наклейки отклеились, дубли пропали. Самая сложная ситуация, с которой сталкиваешься в кинопроизводстве, это когда ты можешь сделать только один дубль. Такое случилось на убийстве в Восточном Экспрессе. Представьте следующее. Мы снимаем в гигантском депо в пригороде Парижа. Здесь стоит шестивагонный пыхтящий и урчащий поезд. Целый поезд. Целиком мой. Не игрушечный. Настоящий. Его собрали из привезенных из Брюсселя старых вагонов компании Веган Лид и столь же старых машин, доставленных из Понталье во французских Альпах. Хранилище списанных механизмов французской национальной железной дороги. Построенные в Лондоне декорации Стамбульского вокзала, перевезенные в Париж и установленные в депо, превратили его в станцию отправления в форме и в зале ожидания. Блистательный оператор из Англии Готфрид Ансворд потратил 6 часов, устанавливая свет на этой огромной площадке. Четверо из наших звезд Ингрид Бергман, Ванесса Редгрейв, Альберт Финни и Джон Гилгут были заняты в постановках в Лондоне. Отыграв вечерние субботние спектакли, они прилетели воскресным утром в Париж на съемки и должны были вернуться в Лондон в понедельник. Снимать надо было ночью. Мы не могли позволить себе ни одной репетиции. Я знаю, что есть лишь одна попытка, поскольку в 5-10 светает. За 40 минут совершенно невозможно вернуть поезд в депо на прежнее место и повторить дубль. Если все, о чем я рассказываю, производит впечатление очень тяжелого труда, то позвольте заверить вас, что так оно и есть. И это еще самые простые примеры. Речь шла о съемках в студии, где все можно проконтролировать, где не случаются неожиданностей. Совсем другое дело натура. Съемки на натуре требуют огромных команд. Даже для такой скромной малобюджетной постановки, как с пустым баком, потребовалось на один съемочный день по грузовику для реквизита, электрооборудования, декораций, аккумуляторов, гримерных и парикмахерских аксессуаров. Да еще и два вагончика в придачу. Самый дорогостоящий эпизод снимался в общественном торговом центре. Я и предположить не мог, насколько сильным может быть ветер, пока он не обрушился на нас между двумя башнями. Они образовали настоящий ветряной тоннель. Шляпы на манекенах обоих полов несли важную смысловую нагрузку, но ветер сдувал их. Булавки не помогали. Даже ленты, привязанные сзади, не могли удержать шляпы на головах. Тогда пришлось привязать их под подбородками манекенов. Шляпы держались, но смысл эпизода пропал. От малого до большого я чувствовал, как все мои идеи улетают на помойку. И вина была целиком моя. Мне не хватало знаний, прежде всего чисто технических, чтобы руководить всеми цехами. Спецэффектами в первую очередь. Я ощущал, что изобразительное решение фильма утекает у меня между пальцами, как вода. Так бывает. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Как вам? Представили себя на его месте? Коленки дрожат? Волосы шевелятся? Вот это пишет профессионал, который сам за все отвечает. Понимаете? Осознаете разницу с выпускником в ГИКа? Студенты, если и сталкиваются с подобными ситуациями, то степень ответственности ниже, масштаб решаемых задач меньше, а все возможные трудности им помогают решать педагоги. За них отвечают старшие. А вы говорите профессионал тот, кто получил профессию. Смешно. Профессионал человек, сделавший определенное занятие своей профессией. Профессия род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования. Теперь давайте рассмотрим каждый этап создания фильма. Начнем со сценария и узнаем, как режиссер читает сценарий, что он в нем видит и к чему стремится. Кинематографический принцип построения действия в этой сцене состоит в использовании для раскрытия характеров, их борьбы, не только диалога, но и ряда других компонентов, маловыразительных для театра и не читаемых со сцены. В то же время кинематограф делает на них ставку. Объясним подробнее сценарное изложение сцены. Мы входим вначале в кабинет, погружаемся в обстановку, большое окно, стен нет, есть полки с книгами от пола до потолка, книгами завален стол, книги лежат на полу, книга раскрыта в кресле перед столом. Казалось бы, обычное описание декорации, совсем как в пьесе, но в театре воздействие обстановки пассивно, зритель не обязан по своей воле делать на ней акцент, он неминуемо сразу же обратит внимание на сидящего за столом профессора, а книги воспримет как обычные предметы обстановки. В кино же сценарист и режиссер, скрывая до поры до времени за кадром главного героя, акцентируют обстановку, и она становится не обстановочным реквизитом, а стихией, в которой живет Полежаев. И даже керосиновая лампа на столе, на описании которой в сценарии сделан определенный акцент, начинает говорить об эпохе, о том, что в петроградской квартире не горит электричество, что Россия во мгле. Таким образом, книги, лампа, а затем портреты Дарвина и Менделеева, висящие на стене рядом с портретом хозяина кабинета, еще до его появления в кадре начинают действовать. Затем в действие вступает рука Полежаева. Его рука спешно дописывает страницу. О том, как пишет эта рука, какая она, можно в сценарии и фильме рассказать подробно. Не надо для этого никаких реплик и разговоров. У Черкасова, помимо других достоинств, сделавших его отличным Полежаевым, великолепные руки, необычайно тонкие руки интеллигента, нервные и выразительные. Рука быстро и нервно пишет. И по тому, как она пишет, как спешит, как думает, мы можем составить точное представление о работе профессора, о том, что писать книгу для него привычное и вместе с тем чрезвычайно важное, самое главное в эти дни занятия. Иосиф Хейфиц О кино Что мы видим? Для начала Хейфиц коротко, ясно и наглядно обозначает существенную разницу между театральной пьесой и сценарием и тем, как по-разному воспринимается происходящее на экране и на сцене. Снимать кино и ставить спектакль не одно и то же. Но стоит вернуться именно к съемкам, ведь на них Тарковский пытался контролировать абсолютно каждую малейшую деталь. А поэтому даже самую элементарную, как может показаться, сцену могли переснимать до десятка раз, расходуя огромное количество пленки. Этим и обуславливаются провалы режиссера в ремесле театрального постановщика. Отметился он своими неудачными спектаклями Борис Годунов и Гамлет. Ведь действительно, театр оказался совсем неподходящим амплуа для Тарковского. Ведь мало того, что на протяжении спектакля он не мог осуществлять пристальный контроль происходящего, что было залогом его успеха в кинематографе, так еще и обстоятельства, что Тарковский всегда превозносил кино за то, что хороший фильм навсегда останется в истории и будет оказывать свое влияние на зрителей из века в век. А театральное представление вмиг обрывается и способно лишь остаться в память. Затем Хефиц дает нам понять, насколько каждая выбранная деталь, которая будет в кадре, осмыслена и важна. Нет ничего лишнего, все работает на образ. Обстановка без слов рассказывает историю. Режиссер уже на стадии сценария отсекает лишнее, все без чего можно обойтись, оставляя лишь необходимое для создания ясного, целостного художественного образа. Все подчинено принципу минимум средств, максимум выражения. Хочу дополнительно подчеркнуть, что Хефиц не выдумывает значение предметов и создаваемый ими контекст. Речь не о символах Тарковского или сюрреализме Линча. Перечисленные детали в совокупности создают образ ученого и только ученого, ни рабочего, ни военного, ни банкира. И обратно во двор. Теперь перед нами галерея персонажей. Вот бреется мужчина, и мы видим посреди его комнаты «Рояль». Значит, это композитор. А музыка, которая казалась закадровой, играет из его радиоприемника. Вот супружеская пара просыпается на балконе, спасаются от жары. Панорамирование возобновляется, только теперь в панораме есть акценты. Герои. Выделены они только композиционно, мы обращаем на них внимание потому, что никого больше в кадре нет. Вот в окне напротив барышня надевает лифчик, тот спадает, блуждающий по двору взгляд здесь задерживается, смотрящий в окно не вполне беспристрастен. Затем, наревая кофе, она демонстрирует профессиональную растяжку, значит, балерина. В веренице сцены Хичкок обозначает место действия, двор в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж, тщательно выстроенный в павильоне. В момент, когда он снимает окно, здесь обитают Дюшан, Гинсберг, Керуак, то есть в экспозиции однозначно ярко заявлено тут живет богема. Наконец, камера возвращается к главному герою. Начинается еще одна панорама, теперь уже со всем крупным планом. Здесь покоятся разбитые кости Элби Джеффриса. Отлично, теперь мы знаем, как зовут этого человека. Дальше набор весьма информативных кадров. Мы видим фотоаппарат на столике и понимаем, Элби Джеффрис фотограф. Любопытным является тот факт, что вторая читка качественно уступает первой. Это происходит от того, что в первый день актеры опираются на инстинкт. Однако, от повторений на репетициях инстинкт изнашивается. В то же время, кино основано на повторах. Поэтому необходимо произвести ряд действий, способных стимулировать эмоции, компенсирующие потерю инстинктов. Для этого и нужны двухдневные обсуждения. Другими словами, в ход пошла техника. К моменту второй читки инстинкты уже не работают. Но и стадия, когда рычаги, приводящие в действие актерские эмоции, становятся полностью мне послушны, еще не достигнута. Поэтому читка и происходит не столь хорошо. На том же этапе мы обсуждаем, есть ли необходимость переписывания отдельных моментов сценария. Мы начинаем физически ощущать, достаточно ли нюансов в том или ином характере или сюжете. Вся ли информация донесена внятно? Не затянут ли эпизод или диалог? Если требуется серьезная доработка, писатель испаряется на несколько дней. Небольшие изменения вносятся непосредственно во время репетиции. Вы хотели кухню? Их есть у меня. Очередная порция сводок с полей. Вот так выглядит реальный профессиональный опыт, получая который, становятся профессионалами. Получая режиссерское образование, вам не доведется руководить игрой Альпачино или Ингрид Бергман. И в подобной ситуации ни один студент не окажется. И к слову, если кто не заметил, ни слова о мифических законах актерского проживания. Странно, правда? Прелестная сценка возникла при первой читке убийства в Восточном экспрессе. Пять звезд английской сцены собрались одновременно в Уэст-Энде. Джон Гилгуд, Венди Халлер, Ванесса Редгрейв, Колин Блейкли и Рэйчел Робертс. Напротив, сидели шесть звезд кино. Шон Коннери, Лорен Беккл, Ричард Уидмарк, Тони Перкинс, Жаклин Биссетт и Майкл Йорк. Ингрид Бергман и Альберт Финни служили как бы мостиками между двумя этими мирами. Они начали читать. Я не услышал ни слова. Каждый бормотал текст себе под нос. Разобрать его было невозможно. Наконец, до меня дошло происходящее. Кино и театральные звезды испытывали по отношению друг к другу благоговейный страх. Классический случай войны миров. Я остановил читку, заявив, что не понимаю ни слова. И попросил их просто поговорить между собой. Как будто они собрались на приеме в доме Гилгуда. Джон сказал, что никогда не собирал столько знаменитостей у себя. И атмосфера разрядилась. Такие эпизоды и заставляют меня любить актеров. Поэтому не спешите верить на слово тем, кто зовет себя режиссером. Утверждает, что он профессионал и выражает экспертное мнение. Ссылаясь на какие-то формулы. Для таких заявлений надо чуть больше, чем диплом. Особенно, учитывая то, насколько разными бывают условия работы режиссеров, их замыслы и они сами. Вот, например, как видел работу с актерами Андрей Тарковский. Идеально актер не должен знать, в какое место в картине будет вмонтирован его эпизод. Актер должен быть свободен для того, чтобы совершенно свободно существовать в обстоятельствах. Буквально жить в этом куске. Жить в смысле физиологии, в смысле психического состояния. Потому что в жизни человек подчинен своим чувствам. Он никакой драматургии в своей жизни не знает и не выстраивает, если он искренне себя ведет. Поэтому, не зная об обстоятельствах и функциях своего поступка, актер может гораздо больше принести непосредственного чувства, общего в своих связях с жизнью. И продемонстрировать совершеннейшую свободу и независимость от режиссерской идеи. В конечном счете, в кино актер гораздо более свободен тогда, когда режиссер не рассказывает ему о своем замысле. Андрей Тарковский. Уроки режиссуры. Тарковский любил пофилософствовать и нагромоздить концепции. Но, в отличие от некоторых, у него для этого было не только желание, но также знания, опыт и талант. Но, несмотря на все, что у него было, реальность все же была сильнее его фантазий, и ему приходилось работать по старинке. Вот, например, снимался у нас в Рублеве Николай Бурляев, который играл Бориску, сына колокольного мастера. Для того, чтобы он мог находиться в нужном состоянии, мне приходилось все время говорить своим ассистентам, чтобы ему внушали мысль о том, что он очень плохо играет, и что я его буду переснимать. То есть, ему нужно все время находиться в состоянии какой-то катастрофы, чтобы он совершенно ни в чем не был уверен. Тем не менее, мне не удалось добиться тех результатов, которых бы хотелось добиться, чтобы он был хотя бы на уровне Солоницына или Рауш, которая играет деревенскую дурочку. Мне бы хотелось, чтобы все актеры в этом фильме работали как Солоницын, а они играют замысел. К сожалению. А вот еще один пример работы с актером. Один из тысяч, который разом показывает массу сложностей, о которых дипломированные профессионалы даже не подозревают. А если подозревают, то не знают, как их решать, потому что в лабораторных условиях вуза это одно, а в полевых условиях совсем другое. Началась съемка. Как и планировалось, когда первая камера отсняла 850 футов, была запущена вторая. Дубль был снят. Он был великолепен. Но интуиция подсказывала мне, что надо повторить. Вторая камера отсняла не более 200 футов. Я произнес ласково. Ал, сначала. Надо повторить. Пачино взглянул на меня, как на сумасшедшего. Он выложился до основания. Был совершенно измочален. И спросил. Что? Ты смеешься? Я ответил. Ал, надо. Включаем камеру. Мы запустили вторую камеру. В ней оставалось около 800 футов пленки. Тем временем, за ширмой, Аллу это не было видно, мы перезарядили первую камеру. И когда работающая вторая камера отсняла 700 футов, мы включили уже перезаряженную первую. К концу дубля, Алл не знал, на каком он свете. Он произнес текст и в полном изнеможении беспомощно огляделся вокруг. Внезапно, его взгляд наткнулся на меня. По моему лицу текли слезы. Так я был растроган. И, глядя мне в глаза, Алл тоже расплакался. А потом стукнул кулаком по стулу, за которым сидел. Я крикнул, снято! И подпрыгнул. Это образец лучшего экранного исполнения, какому я когда-либо был свидетелем. Ты видишь мои батеньки? Да, но твою голову мы потеряли. Джо! Будь добр, встань здесь. Послушай, Грэг, нужно еще ниже. Оба героя должны казаться нам колоннами, вздымающимися к небу, столпами добродетелей. Орсен! Мы уже сделали это. Камеру нельзя опустить ниже. Придумай другой кадр. Орсен, что, черт побери, ты делаешь? По-моему, он ломает пол. Уже четыре утра. Мое любимое время суток, Грэг. Я предал священное дело реформы? Ладно. Если они захотели этого. 12 разгневанных мужчин. Оператор Борис Каукман. Мне и в голову не приходило, что съемка целого фильма в одной единственной комнате может вырасти в серьезную проблему. Мне казалось, что в этом-то и заключается главное преимущество. Мне представлялось, что состояние загнанных в ловушку зверей, испытанное мужчинами, которые просто не могут покинуть эту комнату, должно стать главным драматургическим элементом картины. И мне моментально пришел в голову объективный замысел. По мере развития действия комната должна уменьшаться в размерах. Значит, постепенно надо переходить к длиннофокусным объективам. Начав с нормальных 28 миллиметров и 40 мы переходили на 50 миллиметров, 75 и 100. К тому же, я использовал ракурсную съемку. Эпизоды первой трети картины были сняты с точки выше уровня глаз. Эпизоды второй трети снимались на обычном уровне. На последней трети я ставил камеру ниже. Таким образом, к концу ленты стал виден потолок комнаты. И уже не просто сдвигались стены, но и опускался потолок. Все охватывающее чувство клаустрофобии немало способствовало увеличению напряжения к концу фильма. В финальной сцене, когда присяжные покидают зал заседания, я использовал широкоугольные объективы, самые широкие из всех, которыми снималась картина, и поднял камеру как можно выше над уровнем глаз. Мне это понадобилось для того, чтобы впустить в фильм после двух часов замкнутого пространства в воздух, дать всем возможность вздохнуть полной грудью. На что в первую очередь следует обратить внимание. 12 разгневных мужчин это далеко не первый режиссерский проект Люмита. Он далеко не выпускник. И все же многое оказалось для него неожиданным. Поэтому первое, что он нам сообщает, это разрыв шаблона от несоответствия реальности его ожиданиям. Ему казалось так, а вышло иначе. Он представлял одно, но не тут-то было. Из этого в очередной раз следует, что образование образованием, а опыт опытом. Далее, он не говорит ничего о законах проживания или действенной структуре. Он говорит о драматургии и сообщает нам, что драматургия это не только сюжет, описанный в сценарии, но и работа оператора. В частности, ракурс и даже выбор объектива тоже играют важную роль в создании выразительного художественного образа с сильной драматургией. Как объяснял понятие драматургии Михаил Ром? Драматургия это способ, которым вы доводите до зрителя вашу мысль в действенной форме через столкновение развивающихся характеров. Мысль, выраженная с экрана в бездейственной форме, зрителя не может ни увлечь, ни подействовать на него. Для того, чтобы на зрителя подействовала ваша мысль, она должна быть выражена в форме конфликта характеров, в форме действия, в которое зритель будет вовлечен, симпатизируя какой-то определенной стороне, сопереживая с героем или с какой-то группой героев. Когда он окажется втянутым в действие, он примет вашу идею. Все важно. Важна работа актера, важна режиссерская изобразительность, тонкость его работы, выразительность, темперамент, умение обращаться с кадром, с массовкой, важен монтаж, важно изобразительное решение. Важны все компоненты кинематографа, которые формируют зрелище. Прошу заметить, что профессионалы не говорят о каких-либо формулах, которые нельзя нарушать. Ко всем инструментам отношение одинаковое. Инструментам нужно уметь пользоваться, использовать к месту и по назначению. Для профессионала абсолютизация чего-либо это по меньшей мере странно, потому что жизнь сложнее и богаче наших о ней представлений. И чем обширнее жизненный и профессиональный опыт, тем меньше оснований для абсолютизации. И наоборот. Но давайте ближе к делу. Вот еще пример того, как лишь средствами кинокамеры усиливают драматургию. Для сравнения могу привести пример более удачного использования режиссерского приема из того же зеркала. В сцене в типографии, когда героиня, перепуганная тем, что оставила в корректуре грубейшую ошибку, торопится в цех. Ее проходы по типографии тоже сняты рапидом, но едва-едва заметным. Мы старались снять этот проход в этом смысле по возможности деликатно, осторожно, чтобы зритель, почувствовав его напряженность, не заметил средств ее вызывающих, чтобы у зрителя сначала возникло неясное ощущение странности происходящего, а состояние героини открылось бы для него только потом. Скажу о том же самом несколько иначе. Мы не старались, снимая эту сцену рапидом, специально подчеркнуть какую-то мысль. Мы хотели выразить состояние ее души, не прибегая к актерским средствам. И здесь почему-то никакой действенной структуры. Теперь короткая иллюстрация того, насколько действительно профессиональный режиссер, несмотря на то, что под рукой у него есть оператор, сам разбирается в его работе. Длиннофокусные объективы смягчают изображаемый объект. С длиннофокусным объективом при полностью открытой диафрагме в стоп-кадре на крупном плане можно выделить глаза, а уши и остальная часть лица будет слегка не в фокусе. И я старался всегда, когда это было возможно, снимать Брандо более длиннофокусными объективами, чем его партнеров. Я старался создать вокруг него атмосферу нежности и изящества. Леди, героиня Анны Маньяни в начале фильма предстает твердой, даже жесткой дамой. По мере развития романа с Веллом она смягчается и соответственно от обычных объективов я постепенно переходил на длиннофокусные. Пока к концу ленты ее не стали снимать теми же объективами, что и Велла. Он изменил ее жизнь. Она вошла в его мир. И Ташкент. Если режиссер не будет этого знать, он естественно не сможет использовать этот инструмент для создания художественных образов, потому что просто не будет знать о его существовании. От меня вы множество раз могли слышать о сочетаемости фактур и цветов. И если кто-то сомневался в том, что это важно, попробуйте поспорить об этом с ними. Основным блюдом стало богатство. Стеклянные панели, настоящее серебро на столах, бархатная обивка сидений. Мы не смогли найти подходящего ресторана, и Тони оформил мезонин старого лондонского кинотеатра под вагон ресторан. Значение придавалось каждой детали. Какой цвет мятного ликера предпочтительней на серебряном подносе? Белый или зеленый? Мы выбрали зеленый. Какие собачки больше подойдут княгине Драгомировой? Французские пудели или пекинесы? Пекинесы. Что лучше смотрится на тележке Стамбульского вокзала? Апельсины или капуста? Апельсины, потому что рассыпавшись на фоне темно-серого пола, они выглядят эффектнее. Свежесшитый костюм на актере это всегда катастрофа. Костюм, так же, как и любая вещь в кадре, должен иметь свою биографию, связанную с конкретным человеком, актером. Это всегда видно, потому что это такая же часть реальности, изменяемая во времени, как и все остальное. Когда-то я вообще отрицал цвет в кино, но с тех пор мои взгляды изменились. Но некоторые из моих прежних высказываний я подтверждаю и сейчас. Главное из них цвет должен соответствовать состоянию времени на экране, выражать и дополнять его. Например, в зеркале у нас было три платья для героини. Варианты одного и того же платья, но разных цветовых оттенков, для того, чтобы можно было снимать, используя три времени дня. Вы должны знать, что цветовая температура различна в разное время суток. Для картины зеркала художник Двигубский построил комплексную декорацию квартира автора. На ее строительстве были заняты почти все бутафоры Мосфильма. Работники студии даже ходили в наш павильон на экскурсии. Вы думаете, в ней было что-то из ряда вон выходящее? Красивое, необычное? Ничего подобного. В этой декорации старой московской квартиры была предельно достоверно передана фактура стен на лестницах, оборванных, затянутых паутиной обоев в нежилой комнате, ржавых, с подтеками труб в ванной, старой, позеленевшей и облупленной раковины на кухне, протекающего потолка, который вот-вот рухнет на головы обитателей квартиры. Это была квартира, где жило само время. Вот так. Хотите правдоподобие? Делайте соответствующий обжитой антураж. А цвет в цветном кино это не только правдоподобие, гармония и головная боль, но и опять же драматургия. Кино это история, эмоции, идея и искусство все это показать, раскрыть и заставить зрителя верить. Для того, чтобы в итоге получить нужный художественный эффект, любой режиссер задействует один из основополагающих элементов нашей жизни и мировосприятия. Это цвет. Брюс Блог, например, в своей книге о визуальном повествовании разделяет кинопроизводство на три основных уровня. Повествовательный уровень, в который входит сюжет, характер и диалоги. Следующий уровень это звуковой. Диалоги, звуковые эффекты и музыка. И, наконец, третий, визуальный уровень. И как раз он является наиболее ответственным в проработке, так как если от повествовательного блока зависит звуковой, то сам же повествовательный зависит от визуального, так как изображение напрямую влияет на то, как зритель воспримет сюжет, а значит и весь фильм. Да, все инструменты направлены на создание целостного образа и крепкой драматургии, потому что именно драматургия, а не действенная структура, делает фильм интересным и сильным. Я увидел фильм Антониони «Красная пустыня». Его снимал оператор Карло Ди Пальма. Наконец-то я увидел, как цвет используется в качестве драматургического инструмента. Он служит развитию действия, более глубокому раскрытию характеров персонажей. Я позвонил Ди Пальме в Рим. Он оказался свободен и согласился снимать назначение. Тогда я тоже с радостью дал свое согласие. Я знал, что Карло сможет избавить меня от цветовой слепоты. И он смог. Теперь подробнее. В результате тщательного выбора натуры определяется цветовая палитра фильма. Вердикт фильм о человеке, над которым давлеет его прошлое. Эд Пизони был художником картины. Я предупредил его, что нам понадобятся лишь осенние краски, олицетворяющие закат жизни. Таким образом, автоматически исключался голубой, розовый, светло-зеленый и лимоно-желтый. Мы подобрали оттенки коричневых, терроркотовых, темно-желтых, тускло-оранжевых, вишневых тонов. Павильоны были выкрашены в эти цвета. Если нас заклинивало на какой-то натуре, а цвет не подходил, мы добивались разрешения все перекрасить. Снова обратите внимание, что режиссер сам понимает, что нужно для картины, знает, как усилить образ и знает, какое именно конкретное решение ему необходимо. Художник только дополняет и реализует указания режиссера. Конечно, при условии, что режиссер достаточно образованный, культурный и опытный. В противном случае художнику придется и решение искать самостоятельно. А что следует знать режиссеру, чтобы самостоятельно находить сочетание цветов и понимать, какое впечатление будет производить тот или иной колорит. Ему нужно по меньшей мере владеть цветоведением и иметь обширный багаж знаний в области живописи. В кино без живописи вообще никуда, ведь живопись один из столпов кинематографа. Пожалуй, наиболее революционное открытие Эйзенштейна находится в области монтажа. Наряду с коллегами Львом Кулешовым и Всеволодом Пудовкиным он создал базу теории монтажа в кино. Ключевые положения, из которых исходил Эйзенштейн, заключаются в следующем. Монтаж двух кадров это не сумма их смыслов, а произведение, то есть некий новый третий смысл. Развивая эти идеи, Эйзенштейн пришел к типологии из пяти основных приемов киномонтажа. Метрический монтаж, основанный на временной длительности монтируемых фрагментов. Ритмический монтаж, основанный на ритме или внутрикадровом содержании. Тональный монтаж, основанный на эмоциональном звучании кадров. Абертональный монтаж, который можно охарактеризовать как синтез метрического, ритмического и тонального монтажа. И интеллектуальный монтаж, который предполагает конфликтное сочетание идей и понятий и апеллирует не к эмоциям, а к мышлению и интеллекту. Строится на метафорах и ассоциациях. Для начала о значении монтажа как такового. Как и все в кино, монтаж сложная техническая процедура, связанная с творчеством. Думать, что фильмы создаются в монтажных глупо, но испортить их там проще простого. Представление о монтаже часто неверно, особенно у критиков. Однако, в кино каждому кадру предшествует и следует за ним другой. Поэтому сопоставление этих кадров друг с другом и является важнейшим инструментом киноискусства. Теперь о том, насколько этот инструмент обогащает творческий процесс того, кто им владеет. Понимание законов монтажа дает неисчерпаемые возможности варьировать ритм действия, создавать в нужном месте нарастание, сталкивать между собой контрастирующие по настроению и ритму куски. Одним словом, монтажное строение сценария определяет в известной степени стиль кинорассказа. Обратите внимание, Хефиц в очередной раз указывает на взаимосвязь между цехами и важность понимания специфики кино каждым причастным к его созданию. Естественно, в первую очередь режиссёром. Теперь о практических сложностях при монтаже, с которыми сталкиваются даже профессионалы. Зеркало монтировалось с огромным трудом. Существовало около 20 с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю не об изменении отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Моментами казалось, что фильм уже вовсе не смонтируется, а это означало бы, что при съёмках были допущены непростительные просчёты. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. Да, Тарковский специфическая фигура, монтаж его фильмов не назовёшь лихим или динамичным, но это не отменяет его самобытности и бесспорного профессионализма. А теперь о грамотном, высокохудожественном и осмысленном использовании данного инструмента. В Щёрсе Александра Довженко есть сцена, в которой Щёрс приказывает Боженко отбить у белых винницу. Старый батько медленно идёт к двери и через мгновение возвращается и говорит, что винница взята. А если погибнешь, не обижайся. Останется слава на весь мир. Ладно, там же побачим и шо останется. Хайдер! Добро! Добро! Забрав, корушмейн, купар, забрав, забрав, комаринцы. Хво! Что делаешь? Василь Назар! Да ты ж не бать-то настоящий красный генерал. Уход и возвращение монтажно объединили два действия и проглотили огромное третье, то есть бой и взятие в виннице. Оно, это третье, не было нужно автору. Для него важно было только следствие, то есть возвращение довольного Боженко. Здесь и рождалось самое важное для раскрытия характера старого батьки, а именно его реакция на новый приказ Щерса сдать виницу белым по тактическим соображениям. Старый Боженко услышав это произнес свое знаменитое пропала работа. Вот что здесь важнее всего. Для Боженко бить врага это работа, а человек привыкший работать жалеет зря потраченный труд. Сам же бой за винницу не прибавлял к уже известным чертам его характера новых, так как Боженко полководец был нам уже ко времени этой сцены знаком и известен. Таким монтажным приемом построения действия Довженко опускал второстепенные служебные куски, а оставлял только основные. Из множества кирпичей он выбрал только те, которые помогали ему складывать характер человека. Восток дело тонкое. Фильм 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 Также как о сочетании фактур и цветов я неоднократно говорил о сочетании звука с изображением и характерном решении тишины. Угадайте откуда я это взял? Все оттуда же от профессиональных режиссеров. Самый банальный способ но к сожалению типичный это исправление улучшение музыкой плохого материала. Своего рода разукрашивание неудавшейся сцены или эпизода. Сплошь и рядом когда картина разваливается начинают употреблять музыку. Но это картину не спасает все это иллюзия. Вообще это уже тот уровень режиссуры до которого мы в наших лекциях к счастью не опускались. Музыка это способ выразить состояние души один из аспектов духовной культуры. В этом смысле очевидно музыка может быть использована как ингредиент внутреннего мира автора. Как своего рода цитата подобно произведению живописи если оно попадает в кадр. Я все чаще прихожу к мысли что правильно использованный звук может быть гораздо богаче чем музыка. Укрывшись в монтажной мы с композитором просматриваем фильм часть за частью. Обмениваемся мнениями относительно того в каком месте необходим музыкальный фон. Набросав предварительный план мы снова просматриваем фильм. Специально отмечаем момент вступления музыкальных тем и их завершения. Хронометрируем их по кадрам. Особенно важно начало. Сдвиг на пару кадров или футов может полностью изменить все. Этот процесс занимает 2-3 дня. Иногда если композитор хороший пианист как Кей Коулман например в монтажную вносит пианино и он импровизирует озвучивая эпизоды. Я уже упоминал прежде что мне не нужны Микки Маусовые фильмы. Я использую музыку как крайнее средство выражения того что не передать иным способом. Когда у меня не было музыкального решения фильма я просто отказывался от музыкальной фонограммы. Студием ненавистна сама идея фильма без музыки. Она пугает их. Но если вы ставите задачу воссоздания реального события как в собачьем полдне то чем вы оправдаете музыкальные переходы? Почему оба режиссера склоняются к тому что музыкой нельзя злоупотреблять? Потому что кино это не концерт музыка в фильме лишь один из инструментов причем не главный а второстепенный это элементарное здравомыслие и хороший вкус. вторым немаловажным элементом звукового оформления являются шумы я имею ввиду вовсе не звуки автокатастроф и взрывов сопровождающие эпосы со Сталлоне и Шварценеггером я говорю о блистательном драматургическом использовании шумов как это было например в апокалипсисе сегодня наиболее вдохновляющем опыте звукового оформления или в списке Шиндлера в моих лентах никогда не было столь сложных звуковых решений отчасти потому что важную роль в них играет диалог что заставляет использовать шумы в минимальном объеме видите снова драматургия хотя речь даже не о сюжете или актерской игре звук наполняющий тишину как и антураж и цвет и фактура и слова произносимые актерами следует наполнять смыслом и чувством следующий этап в отношении текста озвучание я уверен что всегда можно озвучить лучше чем было во время съемки в большей степени приблизиться к замыслу озвучание это творческий процесс режиссер должен проводить озвучание только сам не перепоручая кому-либо как это у нас часто бывает он должен сам выбирать актеров на озвучание роли озвучание это такое же создание образного мира как и съемка то же самое можно сказать в отношении шумов и музыки все это творчество богатую оттенками роль девочке пришлось заново проживать при озвучании фильма никогда я тебе этого не прощу ты что с мамкой сделал ты что с мамкой сделал не надо никогда никогда уйди мамочка уходи оттуда при озвучании сцен насилия автокатастроф сражений или пожаров порой бывают задействованы все 64 канала и даже больше простая дорожная авария нуждается в записи с 12 дорожек звук разбиваемого стекла лязг металла виск тормозов лопнувшие шины две дорожки удар три дорожки одна будет запущена на кадр позже изображая эхо раскрывающиеся двери две дорожки это только основные шумы прочие звучат глухо создавая фон каждый из этих шумов нужно выровнять по частоте и тональности и записать слышали после такого сразу становится понятно что когда кто-то высокомерно брюзжит о качестве звука в кино скорее всего элементарно не знает ничего о том о чем рассуждает и не ценит чужой труд сейчас этот нахал и невежно будет убит потому что он ничего не понимает в искусстве он человек стороночку вы вероятно заметили что взгляды режиссеров на стандарты технических решений вне зависимости от киношколы во многом схожи каждый процитированный профессионал говорит о целостности образа сильной драматургии значении цвета и фактуры грамотном монтаже и наконец о том как следует использовать музыку и звук все говорится по делу понятным любому образованному человеку языком без метафор и структур без оценочных абстрактных категорий вроде скучно или тягомотно и никто не апеллирует к неким формулам более того наличие формул опровергается или высмеивается потому что следует различать формулы и правила есть правило русского языка но нет формулы великого русского романа полагать что есть формула создания книги картины фильма или оперы которые покорят мир или хотя бы вашу соседку это абсурд но правило написания съемки или исполнения безусловно есть исследуя этим правилам можно достичь определенного результата какого именно время покажет для особо упрямых если есть формулы почему нас не окружают чаплины репины и юго почему одинаково почитаются принципиально разные творцы вроде Тарковского и Эйзенштейна или почему те кто ссылаются на формулы до сих пор не покорили мир или хотя бы родную деревню или вы полагаете что Сергей Эйзенштейн Орсон Уэллс и Альфред Хичкок пользовались какой-то масонской методичкой увы здесь ничего не было сказано о том из чего складывается почерк режиссера хотя изначально это было запланировано но так или иначе главное ради чего все было начато прозвучало вы узнали о режиссуре от режиссеров настоящих профессионалов и признанных экспертов своего дела представителей двух школ и нескольких поколений в силу того что я актер и режиссер моя оценка будет в большей степени экспертная и пусть ни в чем нельзя быть уверенным учитывая что для некоторых Андрей Кончаловский тоже не режиссер как и мы тем не менее мы очень надеемся что теперь самопровозглашенные эксперты не имеющие никакого профессионального опыта не смогут вас обманывать невнятным бубнением о мифических формулах которые им посчастливилось когда-то зазубрить от себя добавлю что все режиссеры большие любители кино у них в голове сотни фильмов изученных до дыр и десятки имен их любимых режиссеров разных стран и эпох о большинстве из которых рядовой зритель даже не слышал теперь беззаботные однокурсники из обеспеченных семей что любили кинематограф и восторгались его персоной для белых воротничков парень элицетворял загадочный и жестокий мир который они видели только в фильмах ну а картотека картин кадров и цитат что Скорсезе выуживал из головы по первому зову действовали на преподавателей как трюки иллюзиониста магазин заменил Квентину курсы режиссерского мастерства ежедневно внутри разгорались восьмичусовые споры о кино каждый из участников постоянно рылся в коллекции из девяти тысяч кассет чтобы найти нужный фильм и доказать свою правоту это не было местом где клиент всегда прав напротив тут могли нагрубить если ты не любил Скорсезе или не знала Франсуа Трюфо придя за Геркулесом в Нью-Йорке Тарантино вынуждал тебя взять прокол а на экранах вместо мультфильмов Дисней и кино со Шварценеггером крутили картины Гадара и Джона Ву захудалый прокат превратился в рай для всех киноманов Лос-Анджелеса где юный Квентин поражал завсегдатая в своей феноменальной памяти поэтому если некий режиссер только после сорока лет впервые в жизни открывает для себя хрестоматийный фильм полувековой давности это должно насторожить кроме того режиссер это творец у нас выходит много фильмов снятых вообще неизвестно каким способом единственное искусство которое постепенно перекочевывает в руки людей буквально ничего в нем не понимающих это кино режиссеры вымучивают постановку я бы режиссера проверял так если у него нет 10 законченных замыслов 10 задуманных фильмов которые он готов начать снимать завтра же дело никуда не годится режиссер хочет творить искусство и создавать кино а если вдруг случилось так что режиссер или называющий себя таковым рвется в чиновники это уже как минимум повод насторожиться это уже так а если вам нужно Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok